Название видео очень простой и очень провокационный. Хватает чемоданы, вокзал отходит. Я хочу вам назвать две цифры. Две, но очень интересно. Первая цифра. За 2018 год долги населения по оплате коммунальных услуг, в том числе электроэнергии, составили 55,4 миллиарда гривен. Никогда в истории Украины столько долгов не было. Это при том, что у нас на сегодняшний момент 3,6, почти 4 миллиона семей получают субсидию. Полнейший провал реформы ЖКХ. Хотя, как сказать, поймите, если бы не было Майдана, этих долгов не было. Если бы не было Майдана, тарифы были выше, не такой степени. Майдан привел к власти Порошенко и ребятушек, я так их называю, которые просто воруют, то дырение воруют на газ, на тепловую энергию, на электроэнергии. Они так воруют, так, как аж прет. Я становиться не могу. Ну, я так понимаю, я не собираюсь жить в Украине, поэтому почему им глубоко наплевать. Потому что на сегодняшний момент, ну, нельзя погасить 55 миллиардов долгов. Нельзя. Это полнейший коллапс. Но зато Майдан удался. По этой причине, когда Майдан начинался, я предупреждал, ребят, будет плохо. А некоторые вырещали, подробно их назвать не могу, что я неправильно говорю. Потому что на Майдане обещают хорошо. Ребят, что ж вы жуликов всякие слышите? Да? Проблема налицо. Вторая цифра. За 2018 год на территорию Украины по официальным каналам, повторяю, по официальным каналам, поступило в результате валютной выручки от экспорта трудовых ресурсов 16,4 миллиарда долларов. То, что НБУ сказал 11 миллиардов, он немножко неправильно считает. Он считает только оплату услуг, а вот частные валютные переводы их плюсуют. Потому что очень часто наши работники перечисляют виды частных валютных переводов. Итого 16,3 миллиарда долларов. После этого, когда кто-то начинает дверещать, рассказывать, что прямые зарубежные инвестиции на территорию Украины составили 2 миллиарда долларов. Что Украина зарабатывает за счет транзита российского газа 3 миллиарда долларов. Может, хватит и чушность, ребята. Вы же понимаете, что Украина зарабатывает за счет экспорта рабочей силы. Я думаю, что в следующем году будет 20. Вот это реальная экономика. Все остальное чушь. На сегодняшний момент экономика Украины оригинально поменялась. Полный коллапс на рынке энергетики. Полнейший. Но при этом люди умные. Они понимают, что работать за границей можно нормально жить в Украине. Гениально. Так что хватайте чемоданы. Вокзал уже отошел.